Девочки, случилось чудо! Пленику открыты примерочные. Это просто невероятное везение. Я не ожидала, потому что у нас почти везде примерочные закрыты. В Саре, в H&M, во всех наших стоковых магазинах. Веникло открыты, причем это магазины, которые открылись только в этот понедельник. Я думала, что они все закрыты, но нам было счастье. Что я взяла? Я взяла не так много вещей. Там еще одно платье меня ждет снаружи. Вот это вот такая у меня сегодня гамма. И вот такой свитер. Сейчас я отодвину, чтобы она не мешала. Вот такой свитер оранжево-малинового цвета. Вот несколько вещей. Еще одно платье, как я сказала. И по традиции покажу вам, чем я сегодня. Сегодня я, как всегда, торопилась на работу. Особенно я ничего не придумывала. Эту шоу вы знаете. Эти ботинки вы знаете. Я вам показывала. Кожаные брюки. Такой морской волны зеленый свитер, на который я посадила пятно. Косы пила. Цепь такая у меня есть. В общем, очень обычный лук. Совершенно ничего особенного. Обычный аутфит. Вот такая у меня сегодня сумка в цвет свитера. В общем, я была банальна и надела ботинки в цвет шубе, сумку в цвет свитера. Особенно не запаривалась, не старалась, потому что ехала на работу. И, как всегда, у меня не было времени. Все. Давайте будем примерять. Первая примерка, первый аутфит. Это юбка из уже любимой нами коллекции Inez de la Fusange. Она во-прежнем продолжает насрадоваться своей коллаборацией. Синий клон. Кстати, вот это платье тоже из той же коллекции. У меня есть несколько юбок вот этих вот жатых мятых. Они очень удобные, очень приятные. По-моему, это не хлопок, по-моему, это синтетика. Но летом они носятся прекрасно. Значит, свитер сейчас на сейле. По-моему, стоит 12 долларов. И я должна сказать, что я взяла медиум, но я хотела, наверное, взять ларч. Потому что он как-то маловат. Я так думала, может, такой объем, знаете, с именно такой юбкой. А получилось как-то не ахти. Какой размер у меня юбки? Мидиум. Юбка медиум, свитер медиум, но он какой-то маловат. А юбка вот такая вот длинная, красивая. Такой, как так сказать, цвет, да, болгарский. Переходящий с одного, с темного, с более светлым, с темным. Кстати, вполне с моими ботинками сочетается. И немножко она длинновата. Как-то, как это она длинная. Мне кажется, что в прошлые годы вот этой коллекции Инессы, у них липки были короче. Во всем случае те, что у меня они короче. Сверху она на резинке. И это очень удобно. Ну, свитер, конечно, ничуть меня расстроил. Я думаю, он такой большой, объемный. Он цвет очень красивый. Сидит это все хорошо, по-моему. Юбка красивая. Хватила я с собой вот такой пиджак. Подумав, что он очень хорошо сочнется с этой юбкой. Потому что, видите, юбка здесь такая коричневая. Здесь почти что бежевая, молочная. И вот это вот яркий свитер. Джеки взяла экстрасмол. Почему-то подумалось мне, что на вид он был такой большой. Он вообще женский или мужской. Не знаю. Стоит он 100 долларов. Значит, это размер экстрасмол. Ну, вы знаете что? Если бы я надела его не на свитер, я думаю, что он бы на мне застегнулся. Он бы на мне не на свитер застегивается. Он, конечно, маловат. Маловат на свитер. Вот так все тянет. Но если без свитера, я, может, потом померю. Сниму свитер и посмотрим, как это выглядит. Вот такой вот пиджак. Летний. Очень красивый. Очень симпатичный. Очень не дешевый. 100 долларов. Мы потом посмотрим его состав. Из чего он состоит. Из чего он сделан. Еще одна вещь, которую я принесла с собой. Это вот такой вот заинтересовал меня такой плащ короткий. Пыль. Ну, что-то с юбкой как-то он выглядит не очень. Я ожидала, честно говоря, что он будет смотреться хорошо. Потому что тут этот цвет похожий. Но как-то нет. Хотя это размер смол. Он довольно большой. Я думала, что даже с моими кожными брюками он выглядел бы лучше. Вот так как-то что-то колхоз заряд. Колхоз рассвет. Что-то не очень, правда. Пиджак хорошо выглядела. Вот этот плащ. Я даже не знаю, это плащ. Пыльник. Пыльник. Какое-то стромольное слово. До сих пор так говорят. Я не знаю. Ну вот, этот размер смол. Он довольно большой. Вкова длинные. Я потом померила с моими брюками. Я думаю, что это будет выглядеть лучше. Я принесла с собой еще одну юбку. Такую, знаете, в бельевом стиле. Шелковую. Очень красивого цвета. Они были такой цвет. Синий. По-моему, бежевый. Я потом подойду еще раз нужно сниму. Посмотрю точно. Оставила я ее с этим свитером. Мне это не нравится абсолютно. Это какой-то такой старомодный фасон. Юбка с кофтой. Как-то не очень. Я, может, сейчас померюсь с моим свитером. Он такой посвободнее. И, кстати, в цвет подойдет к этой юбке. Я хочу сказать, что это размер 8. Я взяла, нашла размер 8. Там все было размер 0, размер 4. Я долго искала 6-ой. Решивший, что 8-ой мне большой. Но нет. Ну, взяла, потому что мне нашла 6-ой. Восьмой мне абсолютно хорош. Плюс еще у меня живот. И так что 6-ой был у меня даже маленький. Она такая маломерит. Или я больше мерю еще раз. У меня уже какое-то устойчивое выражение. Юбку маломерит или я больше мерю. Сейчас я попробую с другим свитером с моим померить. Мне как-то это не очень нравится. Это сочетание. Я должна сказать еще. Юбка очень клеится к ногам. И несмотря на то, что на вид она выглядит такая симпатичная, шелковистая. На ощупь это прям какая-то такая... Она очень синтетическая. Очень прям такая, знаете, как... Ну, ничего, в общем, не страшно. Ну, конечно, не шелка с креподышиной. Вот я наделась своим свитером совсем другое дело. Вы понимаете, как важен размер свитера. Тот был медиум. И вот эта вот резинка широкая внизу. И какой-то он казался куцей. В общем, это было совершенно не современно, не актуально. Такой... Какой-то старомодный совершенно образ. А вот с этим свитером большим, широким. Выглядит намного лучше. Свитер мой. Владелица канала. Из старых запасов. По-моему, из H&M. Не помню. И по цвету он очень подходит. Посмотрите, какой он получился. Такой очень красивый, симпатичный монохром. Почти что там. Такой морской волны. Серо-голубой, серо-зеленый. Да, с моим свитером намного лучше. Кстати, это юбка. Вот с этим вот плащом, пыльником. Не знаю, как назвать. Выглядит намного лучше. Видимо, просто та юбка такого фасона. Вот эту вот. Вот эту. Вот эта юбка такого фасона, что она никак не подходит. Она очень длинная. Она такая совсем летняя-летняя. А эта чуть-чуть покороче. И с таким, знаете... Ну, более-то как городская. Та юбка такая пляжная немножко с этим плащом. Выглядит странно. А вот эта юбка, поскольку она больше городская, на работу в ней можно ходить, а вообще по городу, она выглядит с этим плащом намного лучше. Еще хочу с белым пиджаком. Сейчас померю. Но вот эта мне больше нравится. Вообще, мне эта юбка нравится. А на вид она очень симпатичная. Кроме ощущений не очень приятных, которые она вызывает. Мода требует жертв. Красота требует жертв. Этим белым пиджаком выглядит неплохо. Я сейчас, кстати, сниму свитер и посмотрю, как пиджак застегивается на мне без свитера. Пиджак вообще очень красивый. Хочу сказать, он ко всему подходит. Ой, как красиво с этими ботинками моими. Прям комплект сложился у меня, правда. Сейчас сумку возьму. Сейчас. Моя сумка. Бохо. Такого... Такого же цвета подходит под свитер. Посмотрите, как хорошо получилось. Часть теникловских вещей, часть моих. Хотя он не сложился. Очень симпатичный, очень симпатичный комплект. Мне прям нравится. Ну, вот только я хотела сказать, что как тихо сегодня у меня за дверями. Как тут же начались какие-то крики, преговоры. Что-то... Пока что ничего не возят еще с грохотом. Ну, ничего. Я думаю, что скоро мы дождемся. Девочки, я надела пиджак без свитера. И глазомер меня не обманул. Он действительно мне совершенно как раз... На мой взгляд, он мне совершенно как раз, если без свитера, то он очень мне... Прямо очень... Мне по размеру. Это extra small. Ну, можно было бы и small. Он был их немножко быть по... Оверсайзнее. А так он так прямо... По фигуре. Ну, в общем-то... В общем-то совсем неплохо. Кажется пиджак красивый. Надо почитать из чего он. Платье летнее. Это тоже коллаборация с Энессой. Ну, это вот эти традиционные платья сжатые. Они их каждый год делают. У меня есть такой черно-синяя в красную точечку. Еще из какого-то цвета. Я уже не помню. Если честно, мне не нравится этот рукавчик. Мне не нравится вот этот воротник. Вот такой вот. Если бы у меня просто вот горловина, вырезали какой-то воротничок другой, мне бы казалось, что было бы лучше. И вот эти вот пуговицы как-то... Ну, они себя худонизм на самом деле. Он как халат. Но вот этот воротник ужасно простит его. Ужасно, на мой взгляд, простит. И пуговицы тоже простят. Мне кажется, если бы не было пуговицы... Но они пытались сделать вот другое, чем они делали это каждый год. И поэтому добавили пуговицы, поменяли вот эту горловину. Мне кажется, что на этом оно проиграло. Этот цвет очень красивый. Там есть цвета разные. Там есть цвета такие черных цветочек, бежевых цветочек. Вот этот очень нежный цвет. Очень красивый. Но, по-моему, мне кажется, что он мне не очень идет. Это таким девочкам-блондинкам нежным. А для меня как-то это не совсем, по-моему, мой цвет. Вот. Карманы есть? Конечно же, карманы есть. Без карманов. Жизнь нам не вела. Ну, летнее такое простое платье обычное. Так, это, по-моему, размер смог. Но я сейчас сниму и все вам сниму. Все размеры, состав, цены. В общем, чтобы вы знали, что почем. Вот, собственно, как я и ожидала, вот этот пыльник... Не знаю, как его назвать, а продолжаю назвать пыльник. Хотится мне увереннее, чтобы так правильно говорить. Ну, вот такой плащ-курточка вот с брюками, с кожанами и вообще с любыми другими. Выглядит намного лучше, чем с юбкой, мне кажется. Потому что такая длина, он как бы, грубо, предназначен для брюк. Хотя, то есть, вот с этой вот юбкой тоже было немного цвета. Хотелось бы еще применить этот пиджак с моими брюками кожанами. И вот, что я вам скажу, что вот с брюками точно он должен был быть больше. Ну, хотя бы на размер. Вот, три на два. То есть, я взяла экстра смол. В принципе, у меня как-то с юбкой еще более или менее. А с брюками, конечно, должен был быть смол или даже медиум. Потому что он, как бы, обтягивающий низ. Пиджак должен был быть объемный. Здесь есть плечи. Плечи пошире. Все вот это вот здесь было бы пошире, как бы. То есть, я думаю, что, конечно, вот с брюками, видите, нужно размерчик побольше. Так, ну и давайте по порядку. Значит, свитер. Это премиум лэмпсву. Размер медиум 39 долларов. Ну, по-моему, сейчас стоит 12 или 13 или 19. А вот есть цена. Да, 13 долларов. Это шерсть. Значит, 100% цвет pink rose. 100% шерсть. Made in Bangladesh. Да, я правильно вижу. Ну, в общем, свитер неплохой. Просто, вы знаете, что для 100% шерсти, я вам хочу сказать, 13 долларов – это просто вообще даром. Красивый цвет. Единственное, что вот эти вот фасоны у них вот внизу с резинкой. Либо надо брать на размер, на много размеров больше, чтобы он как-то все время смотрелся. Либо, не знаю. Ну, во всяком случае, у всех есть цветов. Очень много разных цветов. Я, по-моему, снимала, когда была в магазине. В общем, если нет, то я пойду сниму еще раз. Потому что свитер действительно стоящий. С 13 долларов. С 12 долларов чисто шерстяный свитер. Так, дальше у нас была юбка. Юбка Инессина. Размер, как я уже говорила, medium. Стоит она 40 долларов сейчас. Состав я смотреть не буду, потому что я знаю, что эти юбки синтетические. Они сто процентов синтетика. Они не хлопковые. И, ну, вот она красиво выглядит. Там есть тоже разные цвета. Вот это вот грилье. Грилье. Как это называется? Омбре. Да? Цвет. Очень симпатичный. Следующая юбка. Это юбка. Ищем этикетку. Что-то у них как-то с этикетками на этих юбках. Как-то очень все плохо. Я с трудом нашла. Сейчас, подождите минуту. Видите, в зависимости от цвета, она такая морской волны. Зеленоватая, сероватая. Там есть такой бежевый, черный, синий, по-моему. Не помню. Молочный цвет. Красивая юбка. Тоже восьмой размер. Стоит 40 долларов. Видите, называется green red. То есть она как бы считается, что она зеленая. Да. 97% полиэстер. 3% спантекс. Ну, синтетика, конечно. У них подкладка. Здесь такая у меня немножко прорезиненная. Есть подкладка. Очень липнет. Очень такая синтетическая. Но выглядит хорошо. Дальше. Давайте посмотрим пиджак. Пиджак белый. Молочный, собственно говоря. Вот у меня экстрасмолк. 100 долларов он стоит. Состав его, значит, вверх это полиэстер. Я почему думала, что там есть какой-то ленки. А подкладка, значит, 80% полиэстер, 20% картон. Ну, и это вот, не Клою. По-моему, это вот Джей Джей Андерсон. Или... О, но, но, но. Я все перепутала. Это, видите, Кристоф Ламер. Вот это вот. Вот этой коллекции. Вот этой коллаборации. Да. И не Клуб там, где был Клою. Правильно. И, по-моему... Да, да, я ведь снимала. И там была фотография у него этого дизайнера. Значит, вот этот плащ стоит 129-130 долларов. Был у меня размер смол. И он очень большой. Тоже Uniqlo U. Тоже вот этот вот дизайнер Кристоф Ламер. Я не знаю, если я правильно произношу фамилию. Возможно, скорее всего, что нет. Значит, видите, вот здесь 60% картон. 33% полиэстер. И подкладка тоже. У нас тоже картон. Цвет хаки. Ну, в общем. Этот плащик неплохой. Знаете, он такой интересный. Интересная ткань. Неплохой. И это последнее братье. Оно размер экстрасмол. Стоит он еще 60 долларов. Это тоже вот этой же коллаборации и Uniqlo U. И что у него за состав? О, господи. Могу меня ждать за очки. 100% в район, да. Это неплохо, неплохо. И сейчас мы его примерим, потому что я его еще не примеряла. Посмотрим этот размерчик. Я выбрала экстрасмол. Потому что я вам честно скажу, что когда я увидела размер смол, висел на вешалке, он был огромный. А этот тут немножко присоплен на кулисочку. Поэтому... Ну, в общем, давайте вместе. Последнее платье. Я вам скажу, что оно мне очень нравится. Это размер экстрасмол. Как вы видите, карманов нет. Как вы видите, оно, по-моему, сидит на мне неплохо. Цвет не передает камера. Потому что цвет, на самом деле, очень красивый. Вот такой вот... Ну, в принципе, и смол можно было, да. Потому что... Ну, вот тут вот, может быть, чуть-чуть оно не маловато. Вот в этой области. В принципе, смол был бы лучше, наверное, немножко. Но вот здесь все как бы... Все чики-поки. Все нормально. Единственное, у меня притензия к нему, это... Вот такой вот, знаете, рукав совершенно не отделанный, никакой манжет. Сюда просится какой-нибудь манжет или какая-нибудь... В общем, что-то. А так... На ощупь оно очень приятное. И форма его, и фасон. Ну, в общем, то, что я люблю. И цвет очень красивый. Там есть тоже разные цвета. Вот. Красивое-красивое платье. Очень приятное к телу. Да. Неплохо. 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 Дорогие мои девочки. Буду с вами прощаться. И хочу вам сказать, что... Просто невероятно, что... Мы в той же примерочной, как бы, до ковидные времена примеряем одежду для Микло. Это действительно, ну, как... Фантастика. Я думала, что все будет закрыто. И, в общем, а примерочный чистый. Все так хорошо. Замечательно. Красиво. Надеюсь, что это продлится какое-то время. Хотя, если честно, то у меня берут сомнения. Потому что нам уже говорят, что у нас надвигается третья волна. И следующий раз нас закроют в конце апреля. Так что недолго, но. Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал. Ну, сколько продлится, столько продлится, столько будем ходить по примерочной. Мерить, рассматривать. И, в общем, получать удовольствие от того, что мы любим делать. Люблю, целую. Поддержите мой канал. Если вы еще этого не сделали, то подпишитесь на него. И поставьте мне лайк. Я буду очень вам признательна и очень благодарна. Всего доброго. Увидимся в следующий раз. Увидимся в следующий раз. До свидания. До свидания.